Я каждый день мечтала лишь о нём Просыпаюсь под рассветный звон Каждый день мечтала лишь о нём Валяться буду, как тюлень на пляже Ни о чём не буду думать даже Доброе утро из Кемера, Турция В общем, идём мы с утра на завтрак Ну, как всегда, знаете Проснулся, собрался, пошёл на завтрак Посмотрим, что у нас будет на завтрак А потом покажу дороги до моря У нас сейчас полдевятого утра И народу, в принципе, ну не так Ну, а что у тебя больно, Ваня? Ну, сними рюкзак Так, смотри Так, ты хочешь? А давай, может, здесь где? Томатное суп, Ваня, не хочешь на завтрак? Да, бабушка, какогошка, хочу Так, итак, завтрак у нас Калбаска, вот такая Кстати, Ваня, она понравилась в прошлый раз Ну, я её ел Сырок Сейчас не хочешь? Ещё сырок Ну, давай чай пойдём с чем-нибудь Чемокову восьмого Люди уже, я смотрю, прям вставали рано Полдевятого Так, здесь всё стандартное Сливы вкусные сейчас сезон Сливы В завтраке Печеньки сухие Так, а здесь у нас сосиски Ну, зачем-то они сосиски делают Вот в зелени Не все дети-то любят Мой не любят Так, ну и Жарят блинчики А, нет Говорят, блинчики Не блинчики А яичница Так, так, мой завтрак Помидорчик Яичница Ну, не яичница Варенье невкусное Ваня ничего не съел На завтрак чай выпил А бабушка соты нашла Где-то соты нашла Я чуть не видела Вкусные? Сожцы И вот эти сливы Сейчас, видимо, сезон Сливы Сливы вообще Очень-очень вкусные Я прям с удовольствием На них предлагаю Ну, в принципе, как? Ну, чего нет на завтрак? Чего не хватает? Орешков, может быть, каких-то? А так-то всё есть Всё, что нужно Какие? Курага Я чуть не видела кураги В принципе, всё необходимое На завтрак есть Самое главное очередение Самое главное А можно я скажу? Ну, что на твой телефон Как-то есть ощущение Что бабушка ярче Бабушка ярче? Ну, это да У телефона есть такая штука Что он улучшает изображение Кстати, когда Вот в ней тоже писали У вас кожа хорошая Или ещё что-то Телефон немножко приукрашивает Действительность Что есть, то есть Да? А я не переживаю Сами А за тримул Хай Ну, и вот так вот вышли Смотрите, какой потрясающий вид На горы И едет наш автобус Пляжный Ездит он раз в полчаса Ехать совсем недолго Мы сейчас вместе с вами По этому маршруту А, это не наш Это тест-тур Сейчас наш приедет Бич-пляж Я вам покажу Лайкни меня Жми и добавляйся в друзья Сейчас, знаете, прочитала комментарий О, наш автобус Бич Бич Написано Пляж На пляж Бич Шаттл Сейчас покажу вам Сколько ехать Что-то он мимо проехал Заблудился? Или сейчас будет задний ход давать? В общем, покажу Сколько ехать сейчас До пляжа Ехать здесь недолго Просто, знаете, как Что ты зависишь уже от автобуса Но, в принципе, конечно Это мелочи Но я вам обо всех мелочах Связанных с отдыхом Рассказываю Сейчас, ладно Более подробно все расскажу Вот так вот выглядит автобус Вот раз в полчаса Он ходит И идем мы Сядем Иди сюда, Ваня А вот сюда он со мной рядом сядет Сейчас вместе посмотрим Сколько ехать Здесь связано с тем Что ему нужно переезжать На другую сторону дороги В обратную сторону ехать Поэтому туда он едет чуть дольше Потому что ему нужно разворачиваться Обратно он прям совсем быстрый А мне всегда в Кемере Вот очень-очень нравятся Вот эти вот горы Горы просто потрясающие А, вот Он сегодня, смотри Не поехал туда разворачиваться Он поехал Кратчайшим путем То есть вот там Вчера мы ехали Он разворачивался Сейчас он решил объехать Поэтому, наверное, будет еще быстрее Чем вчера Это вот тоже все Какие-то отырочки Это вторая Береговая линия И, ну, ехать, в принципе, недолго Да, не, он даже не развернется Он сейчас 10 раз туда вырулит Будет ближе Сейчас, кстати, у нас 9 часов утра Я только что смотрела Он поехал уже на это время А, вот, видишь, он сразу же Видишь, сюда он переезжает Вот это вот удобнее даже будет Сейчас, вот это вот Вань, я тебя поняла Да, я расскажу, пожалуйста Кристалл Первая линия Вот эти вот отели Оранж Каунти Парут Аукачлар Неплохой, хороший Не знаю, как называется Армаст Как называется Армаст Росрезидент Бич Это тоже все первая линия Кто-то пешком идет Пешком тоже можно дойти Мы не пробовали Мы сегодня, собственно говоря Это здесь второй день, по сути В принципе, если, допустим, вечером То можно и пешочком прогуляться Дима, те везде Видите, будет выступать 31-го числа Все начну Нет, 31-й или 31-й? 31-й, по-моему, сегодня И вот мы фактически уже приехали Да, вот вижу, люди пешком идут Это ботаника Вот я в этом видео вырезать ничего не буду Как есть, так и есть То есть я имею в виду по времени Можете посмотреть, да Сколько мы ехали Там, 3 минуты Или 4 минуты И вот он, заезд Это линия другой пляж? А? Это линия другой пляж? Почему линия другой пляж? Наш пляж Все, приехали Ну, в общем, максимум 4 минуты ехали Так, вот, смотрите Приезжаем мы Здесь вот такая вот Есть детская площадка Шахматы можно поиграть Ну, это вроде как Зона для игр, для детей А в теннис можно поиграть И вот такой вот свой бар Кафе такое небольшое На берегу Где вы можете Какие-то напитки попробовать Где вы можете попить Напитки, которые включены в концепцию отеля И здесь же он работает И как ресторан в обеденное время То есть там что-то можете поесть Потом мы с вами посмотрим Что здесь можно будет поесть Потому что мы вчера ели в ресторане Главное Вот сейчас здесь прям так Тихо, спокойно, уютно Практически никого нет Так, из напитков Ну, вот это разведенные цуки Они как, в принципе, порошковые Кофе И пепси Не знаю что Типа что-то меринды В общем, все это можно здесь попить О, Мула запил И водичку можете здесь попить Так А мы идем с вами дальше К морю Вот здесь можно ноги помыть И вот на нашу территорию пляж Смотрите, практически все лежаки пустые Где вы еще такое увидите Это очень здорово Это мне очень нравится Так А мы идем на пляж Море Удивительное море Знаете что? Это такая красота Средиземное море Сейчас, когда Оксана сказала Что в Москве у нас сегодня 8 градусов А здесь у нас уже как минимум 30 И мы сейчас будем плескаться в море Это вообще просто удивительно А, сейчас расскажу Про комментарии Что, Ванис? Если Ольгу и Слава Смотреть, что под днем Будешь смотреть, что на дне? Да С очками? Ну хорошо Тенек так тенек Отлично В общем, вода сегодня кристально Изумительно чистая Чистейшая Смотрите, какая прелесть Смотрите, как я люблю Турцию Просто обожаю Смотрите, все дно Все дно Прям прозрачное Ваня у нас, смотрите, идет Сгорел вчера Несмотря на мази У Вани очень-очень белая кожа Я его мажу СПФ-фактор 50 Невея И там есть специальный Чутокис Какая-то фирма В общем, он в любом случае сгорает Поэтому сегодня он будет плавать у нас в футболке Что? Нет, не холодная, Вань Тепленькая водичка Смотрите, какая прелесть Вчера тучи были Сегодня вообще прям идеально Так, ну я хочу немножечко с вами поболтать Представлю сейчас немножко комментарий Ну вот один Потому что с утра я особо не успела Сейчас почитаю попозже В общем, Лена, что вы уже зазнались И все вам не то И вам чуть ли не персональный самолет подавай И отель отличный, а вы его ругаете В общем, рассказываю, все по порядку Вот знаете, если вы будете добираться до отеля 13 часов Я посмотрю на ваше настроение Как вы будете себя чувствовать Это во-первых Во-вторых, если вы будете добираться до отеля 2 часа Когда вашего ребенка беспрерывно рвет Несмотря на таблетки То, что там, драмину Ну потому что укачивает его Не переносит он эту дорогу И когда вас просто тупо Целый час завозят в разные отели В 9 отелей нас завозили В течение часа Понимаете? Как бы, конечно же, нам проще было взять такси И, в принципе, это здесь не настолько дорого стоит Но так как мы очень быстро собирались Вот не подумала я об этом Подумала, что Кемер вроде бы недалеко И не думала, что целый час развозят по разным отелям Потому что наш отель будет последний И вот этот вот первый день Он, конечно, накладывает свой отпечаток Когда и рейс задерживают Когда ты долго добираешься И все остальное Потом поселили в номер реально Номер был прокуренный Понимаете? Когда ты заходишь Прям вот запах такой вот Ну, дышать нечем, собственно говоря В номере И когда ты попадаешь в такие условия после отелей хороших Понимаете? Я не говорю, что Бергамот Он плохой отель Он хороший отель И у него отличный рейтинг Но когда ты попадаешь после Ауведоны, допустим Там Сиегинуса То, конечно же, ты сравниваешь невольно Сравниваешь первый день Потом уже в течение времени Когда ты уже привыкаешь Когда тебе уже начинает все нравиться Когда ты купаешься вот так вот в море Смотрите, полупустынный пляж Где вы у нас найдете, допустим, в Сочи Чтобы лежаки были свободные Чтобы не один на одном И то, что рядом соседний пляж пустой Это мне вообще супер как нравится Потому что я очень люблю, когда все-таки людей поменьше На пляже я имею в виду Что вот мы спокойно Никто мне в камеру сейчас не заглядывает Рядом не подпевает Вот это мне очень нравится То, что отель маленький, уютный Тоже очень нравится Промочилась А как она у тебя не промочит вставать? Нравится тебе здесь? Да А сейчас мы отдохнули с дороги И сейчас, конечно, совершенно другое настроение Сегодня уже вообще все нравится Ваня учится нырять Вчера учился-учился И захлебнулся в итоге Ну, Ваня, ты плыви Ты нос зажимай и плыви И плыви И то, что там пишете, отписались Ну, отписались, ну, что делать? Ну, ради бога Мне, конечно, жалко терять зрителей Но я такая И никакого пафоса здесь нет Я рассказываю свое настроение И как я что чувствую Вот как чувствую, так и говорю Если в первый день мы были уставшие И все было Казалось плохо Так оно и было И то, что там вы переигрываете О чем вы говорите Какая игра Вот как есть, так я и показываю Я посмотрела бы на вас Если бы вы столько времени провели в дороге Приехали в отель Вас бы поселили бы еще в такой номер Практически за 200 тысяч отель Я бы посмотрела на вас Как бы вы себя чувствовали И как бы вы себя ощущали В общем, по поводу вежливости персонала Персонал действительно вежливый Я ничего не хочу сказать То есть, как бы здесь все стараются вам помочь В случае чего Но так как просто я блогер Для меня очень важен интернет А интернета там нет Вот это для меня, конечно, большой минус Но это, в принципе, во многих отелях так есть Я рассказываю для тех, кому интернет тоже важен И кто хочет поехать, допустим, в этот отель Он уже будет знать Что нужно предпринимать какие-то действия Ну, а я купила, да, сим-карту за 34 доллара На 20 гигабайт Не знаю, насколько мне ее хватит Но, тем не менее, моя проблема решена И на пляже у меня теперь тоже есть интернет Мама Знаешь, что есть такая камера GoPro И она защищена от воды? И у нас камера защищена от воды Но у меня сейчас просто задняя крышечка не одета Надо заднюю крышечку одеть И тоже можно под водой с ней понырять Что посмотреть? Да, и тогда можно будет тоже посмотреть дно А то, что Турция моя любимая страна И я ее обожаю Это совершенно точно В принципе, как бы, конечно же, все зависит от нашего настроения В первую очередь Если ты уставший, недовольный, голодный и все такое То у тебя и настроение будет соответствующее Когда ты сыт, накормлен и отдохнул У тебя настроение тоже совершенно другое Особенно, когда ты видишь вот такую красоту И муж купаться Вчера были волны Сегодня вообще море идеально гладкое И это вообще просто шикарно И вообще, конечно, меня поразило Что мне написали Вам надо было индивидуальный самолет А то вас не устраивает, что 500 человек в самолете Я наоборот сказала Что мне очень понравился Боинг 777-300 Что это шикарный самолет И то, что там было 500 человек Я показываю, как все люди любят Турцию И едут в Турцию Что это замечательная страна А не то, что меня напрягает Это прям вообще бред какой-то Сила кобыла Ну, можно, конечно, Ваня Делай, что хочешь Бегай, куда хочешь Играй, хочешь, с камнями Вон, народу никого здесь Вот это вообще самый шикарный плюс Вот там то, что пишут Вот рядом безлюдный там пляж Мне это очень нравится шикарно Вот, допустим, там, видите Людей побольше Здесь мы одни Кто как хочет Кому нравится с людьми там Кому нравится безлюдей здесь Это вообще очень-очень здорово Это огромный плюс Ну, а теперь пробуй Зажимай нос Зажимай нос Пробуй И попробуй поплавать Вот Поплыл Встал Постарайся подольше задержать дыхание Ваня покажет мастер-класс Благодаря такому шикарному пляжу Длинному И то, что здесь практически никого нет Он у нас покажет, как он научился плавать Плывет Нет, что-то ты не плывешь, Вань Подожди, давай еще раз Вон туда пойдем Чуть-чуть поближе к берегу Мы с ним учимся Видите, здесь пляж там такой длинный По собачьей он научился плавать А ты реально что-то по собачьей? По собачьей? Да я ей сейчас по собачьей плавать Самое главное научиться держаться на воде А дальше там по собачьей Кролем Брасом Или какие там еще виды есть Это уже не важно Самое главное Хорошо, удачно держаться на воде Давай, вперед, Поплыл Умница Давай еще Это у Вани Видите, эти следы от очков остались Вы видели мою футболку Она почти все остыла Футболка у тебя шикарная Больше всего вот эти вот горы шикарные Прям я плавала здесь вдоль И наслаждаюсь Прям наслаждаюсь А ты тут не шикарный? Прям вот этот вид ни на что не променяю Очень шикарный вид А, Вань? А ты или море? Не шикарный? Море шикарное Горы шикарные Сосны шикарные Климат уникальный Ну Что-то ты уже как-то халтуришь, дружочек Как халтуришь? Халтуришь Плыви, плыви Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во показать, сколько стоит. 8 лир мороженое, 4 лиры, 4, 3 лиры. 8 лир. 8 лир, ну, приблизительно где-то 88 рублей. Потом возьмем, попробуем. Так, сейчас пойдем на детскую площадку. Там я вроде где-то качели видела. Они покачаются. Они там детские качели, что ли? Мам, там сборниками. Ну, а какие, Вань? Такие качели? Так удивляешься. Такие качели? Такие качели. Ну, я тебе говорю совсем для малыша. Я хоть тенечки здесь посижу. Очень хорошо здесь зеленая. Видите, территория такая. Тень. Шахматы можно поиграть, кто любит шахматы. Нет? Не подходят такие? Не подходят такие качели? А вон такие, нет? Вот такие. А я со сливой. Сливы вкусные. Ну, Вань, боюсь, у нас перевес будет не в твою сторону. Например, мы и в прошлом году видели, кстати, вот очень часто, больше нигде не видели, вот такая вот табличка, как раскладываются отходы, утилизируются, да? Не утилизируются, а то есть, что происходит, через какое время, с чем. Вот обратите внимание, да, newspaper, это газеты, бумага, в общем, 6 лет. А, подожди, или даже 6 недель, что ли, викс, викс, 6 мауф месяцев. Ну, ладно, в общем, не знаю, кто английский знает. Это точно вот года. Пластиковые бутылки, 450 лет. И вот самое большое, да, что больше всего перерабатывается, это вот такие вот стекла, зеркала. Один миллион лет. За миллион лет не переработается. И пластик тоже. Пластик за 800 лет сейчас. Борьба идет. Да, Ваня? За чистоту планету. Попробуй, вкусные печеньки. Пойдет? Да. Ты с сахаром будешь закусывать, что ли? Здесь это не соль. Сильно много туда не сыт. Вообще-то бабушка столько насыпает. Бабушка столько насыпает. Бабушка, значит, с сахаром сылает. Вот так вот на автобусе мы возвращаемся назад. Уже сейчас обеденное время, приближается 12 часов, поэтому многие возвращаются в это время с моря. и уже и мест не хватает на всех. С пряжи показывают. Все-таки довольны, счастливы, накупавшиеся. Сейчас все на обед пойдут. У нас убрались. Смотрите, накрутили на постели что-то типа лебедей. То я помню у мамы. Мам, в каком отеле у тебя, помнишь, из твоей ночной рубашки постоянно лебедей крутили? Да, пойти, я ее спрятала. Ты спрятала, чтобы не крутили. Ваня у нас еще более загорелый. Я, кстати, сейчас покажу эти солнцезащитные средства, которые у нас есть. Вот такой крем 50%, вот такой вот крем 50%, еще такой большой. Сейчас в ванной ванне не покажу. Так, на что хотела обратить внимание. Я всегда езжу вот с таким удлинителем на отдых, потому что я уже ученый товарищ. Очень часто бывает, что розеток мало в отеле. Хотя бы с собой тройник взять. Вот что касается вот этого номера, то здесь всего лишь две розетки. Вот на весь номер две розетки. Больше розеток здесь нет. Вот, конечно, у меня идеальное рабочее место. Номер вот этот мне прям очень понравился. Бабушка у нас там в купальнике ходит. Так, смотрите. Здесь, видите, нет розеток. И там нет розеток. Довольно-таки часто мы с такой ситуацией сталкиваемся. Потому что техники много. У кого техники мало, там один телефон. Для них не проблема, для них, конечно, хватит. А у меня все-таки и компьютер, и планшет, и телефон, и бабушкин телефон. И вот нам маловато. Поэтому удлинители вам в помощь, будет вам счастье. Сам номер, вот этот вот номер, мне сейчас очень-очень нравится. Он просторный, он уютный. Видно, что недавно в нем была реновация. Здесь все сделали по-нормальному. Очень нравится здесь вот это вот напольное покрытие. Потому что когда-то эти ковровые дорожки, ковролин, да, запах иногда бывает в номере. Здесь этого нет. И вот такой вот у нас сейчас вид из номера. Сейчас, смотрите, еще даже гимнастика идет. Водная гимнастика. Мы сейчас принимаем душик и идем на обед. А потом я пойду вот туда, там же лак-зона. Сейчас Ваня останется с бабушкой в номере отдыхать. А я пойду туда прогуляюсь, посмотрю, что там и как. А вот это вот на первом этаже ресторан. В принципе, в принципе, вот все необходимое здесь в отеле есть для отдыха. Просто я сравниваю, потому что невозможно не сравнивать, когда ты много всего увидел. Но здесь мне вот что нравится. Нравится зеленая территория, что она компактная, что все здесь рядом. Бассейн рядом. Вот ты вышел-пошел. Что за ребенка не опасаешься, что он рядом. Это, конечно, большой плюс. Ну и вид, конечно. Мой удивительный, шикарный вид на горы. Все, как я люблю. Уютно. Вот такие вот здесь сушилки для полотенец. Не очень удобно. Вот маленькое расстояние. Раздвинуть ты ее не раздвинешь. И мало сюда что помещается. Если на 14 дней ты в любом случае будешь что-то стирать. Поэтому полотенце, допустим, вот так мы сушим. Многие сушат на балкончике. Вывешивают. Но надо чем-то закреплять, чтобы оно не слетело. Жми на полу, лайкни меня, лайкни меня.